Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, чтобы нас не потерять, в случае, если с другими сервисами начнутся проблемы. Также у нас есть страница в Boosty. Всем привет, это рубрика на следующее остановите Салки по Рязани 2. И, как вы понимаете по антуражу, я рефери. То есть я участвовать непосредственно в игре не буду. Сегодня у нас участвуют 5 человек, которые каким-то образом должны поделиться на 2 команды. Стартуют они с остановки автобусный парк. А тем временем у самих участников Салок традиционная рубрика «Отвал микрофона». Участвовать сегодня будут пятеро. Александр, Вадим, Влад, Николай и Артем. Забегая немного вперед, скажу, что команды разделили так. Вадим с Николаем и Артемом, а Александр будет с Владом. То есть получается 2 на 3. Ну да ладно, плевать. Убегать в первом раунде будет команда Александра и Влада. Генерирует. 14 минут вы ожидаете. Хорошо. Дверяем часы, 12.22. 12.22. Мы на остановке автобусный парк в сторону центра. И сейчас мы выберем западную остановку из этого списка. Интернациональная 23. Они со мной услышали. Что у нас, какие планы. Так что уехал в наш автобус. Ну, я думаю, надо сейчас на двадцатке в центр. И вот едет. Да-да-да, потише. А-да только не за что. Мало ли услышит. А талисман нашей сегодняшней тимы. Джакс. Аниме девочек сегодня. Не будет. Твердый четко. Твердый четко. Твердый четко. Сейчас вытягиваем карточку. Что там у нас? Главная площадь. Сесть в транспорт и выйти из него на площади Ленина. Либо на ближайшей остановке к площади и прийти на нее пешком. По приходе на площадь найти в интернете любой интересный факт о ней. Факт о ней. По приходе на площадь. Да, короче, едем на Ленину. Так, еще раз. Ну да. Посмотрим автобусный парк. Да Ленина, что-нибудь ближайшая остановка. Тут 77-й может есть? Так, вот это тут. 17-й, 8 минут. Сука. 77-й, 12. Мы в заднице. Сука. Первое задание. Посетить площадь Ленина. Далеко не самый плохой вариант. Ну, а он пишет, транспорта нет. 17-й автобус через 6 минут. Хо-хо. Но потом у догоняющих будет 16-й через 8. В целом, если учесть, что убегающим надо на площадь Ленина, 16-й автобус, очевидным образом, туда не идет. Вариант-то не самый плохой. Ну, то есть вы впервые, кстати, узнаете, что такое безопасная зона. Значит, безопасная зона, это если вдруг за время ожидания догоняющими транспорт для убегающих так и не приезжает, они объявляют, что безопасная зона. И только тогда, когда убегающие покидают зону на расстоянии более чем одну остановку от старта, только тогда догоняющие могут стартовать. Вот такая система. Для того, чтобы сразу не поймали на старте. Но, как мы видим, фора будет небольшой. Упс, едет. Я думаю, потише. А так только не может. Мало ли услышит. Забавно, но тем временем догоняющие снимали вот это. Нормально. Что-то надо говорить. Встречи. Да, которые темнее. Короче, время вообще. 27 минут. 17-й, 6-й, 8-й, а то и меньше. Они все еще стоят на остановке. Это гражданско-то у нас в парке минуты. Надеюсь, хотя бы сейчас звук будет. Мы решили пропустить 77-ю, потому что ситуация на самом деле критичная. Решили садиться в 17-й, потому что если бы мы сели в 77-ю, догоняющие бы нас поймали. Тогда бы. Да. Оплату уводить. Сели в 17-й автобус, едем до площади Ленина. То есть, чисто гипотетически, догоняющие могут сесть не в 32-й, они могут поехать в тот же центр на 20-м. У них будет, получается, прогал 9 минут. И, скорее всего, все-таки победят убегающие, но... Но! Если не выпадет какого-нибудь фигового задания, тогда вот, конечно, шансов будет немножко побольше. Но, конечно, с заморозкой им будет так себе. 17-й уехал. Наш 16-й уехал. Мы в целях интереса его пропустили. Потому что еще не факт, что они хотя бы одну стану проехали за это время. Вон, я вижу, что 32-е пазло белое. Вот нам на него сейчас. Поэтому выдвигаемся. Потому что с нафур зеленым, то есть откровенно. Если они на 16-м, это все. Это, можно сказать, уже откровенно бан. Но это уже сами облажались. Надо было 20-й садиться. И там еще надеяться на что-то можно было. Умещение, как будто они вышли. Они сели в 32-й. Потому что формально мы им фоу... Да нет, мы им фоу две остановки даем. Потому что они уже театром по-другому ехали. Так, понял? Ну, они дальше... Зимой номер. 20-й вы впереди, видите, нет? Наверное, вот этот будет. Хотя... Произошел очень быстрый перепрыг в 27-й. А наш 32-й и сзади. Ну ладно, они пересаживаются в 20... В 27-й-то они где нашли, я извиняюсь. Слушай, они даже... Они даже поумнее оказались. Неплохой у них расклад. То есть они будут, например, на Медунивере через 5 минут. А этот будет на Площади Ленин через 3. А это умно, это умно. Потому что если они объявят заморозку, они уже будут не на центральном рынке, а, скорее всего, уже будут на Медунивере. А уж с Медунивер до Площади Ленин дойти, тут уж... О, опять попрошайки в транспорте. Тогда, думаю, самое время заявить о себе. Жонни Манш... То есть мы открыли сбор средств на восстановление грузового троллейбуса КТГ-2 и на аренду места для его ремонта. Юрий, если мы так будем рекламировать сбор, то денег хватит лишь на плюшевый грузовой троллейбус. Я вообще-то стараюсь. Как могу? Да, мы открыли сбор средств на восстановление КТГ-2. Планов немного. Поставить на ход и провести косметический ремонт. А в целом это должно быть несложно. Подожди, это еще ничего не доказано. Не каркать! В общем, если вы хотите нам помочь, присылайте средства по реквизитам ниже или через бусте. А можно на сдачу с КТГ купить нож у Харес? Так, а зачем это тебе? Ну, давайте говорить честно. На данный момент убегающим нужно очень хорошее задание. И желательно не сесть первые попавшиеся. Ну, слушайте, дела у них вообще не очень. Потому что они могут уехать сейчас только на 17-м, а он будет через 11 минут. А тут уж даже с заморозкой они доползут при любом раскладе. А 90-й? 90-й через 8! Угу! В общем, зависит от того, где застанет заморозка 27-й. Все от этого зависит. 27-й ты чё творишь? Медуниверситет 0 минут! Это сильно! Даже если сейчас пацаны объявят заморозку, догоняющие выйдут на доме художника. То есть они их уже будут... Они будут уже впереди убегающих. Ну, в общем, я бы на их месте вышел бы на медунивере и ловил бы. Ну, правда, они же не знают, что они на площади Ленина выйдут. Скорее всего, они выйдут на ДХ, а пойдут пешком. Мы их сейчас увидим, но... Нет, мы ещё сейчас подумаем, будем мы или не выйдем. Если они проедут раньше, то смысл выходить? Так, мы вышли на площади Ленина. И нам нужен интересный факт об этой площади. Согласно исследованию интернета, я могу привести следующий факт. Что в 2018 году часть этой площади богоустроили. Появился проезд на улицу Горького, и была выложена брусчатка в форме языка. А ещё до 18 века площадь Ленина использовалась как окраина, и на ней был эшафот. Это место, где публично били розгами, кнутами вот это всё такое. А сейчас это центр города. Прикольно, да? Да. Теперь едем дальше. Крутим челлендж. Они вышли по вам в точку. Да, 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 да. А мы выходим. Заморозка 11 минут. На выход. А догоняющие уже на доме художника. Они же сейчас выйдут и пойдут пешком навстречу. А там идти минут 5, не больше. Надеюсь, что они увидели заморозку и не поехали дальше на Первомайку. Где карта такой-нибудь? Ну, например, вот эта карта. Что там у нас? Плиточка 2024 по неволе. Пойти в место, которое на Яндекс.Картах обозначено как парк или сквер. По приходе прочитать отзывы о парке. Если у парка или сквера нет отзывов, задание не засчитывается. Здравствуйте. Это куда нам надо идти? Найти где-то здесь что-нибудь. Парк сквера. Что ближайшие интересы? Вон его. Вот. А, вот это, скорее всего. Да, давай. Сейчас будем думать. Первый городские ряды, которые находятся прямо перед нами. Пилок. Аккуратно, довольно ухоженная территория. Время, когда подпады будут искренны. В целом, так и профессионально, что для готовых вторую историю. Вот, собственно, тот самый парк, для которого были отзывы. То, что здесь красиво и хорошо. Венка может выходя в фонтанчик. Кстати, увлажняет воздух. И здесь становится лучше, легче дышать. Потому что нет такой духоты. У кого воды вообще гряд находиться в городе. Ну да, когда ветер. Фонтанчики, это хорошо. Вот, афтер. Все, ждем семинарик или какой-нибудь, может быть. 17-й, 4 минуты. Если бы они сейчас сели в 90-й, то они бы, скорее всего, победили. Но они не сели в 90-й, точнее сказать, они не сядут в 90-й. И поэтому у догоняющих шансов еще ого-го. Да, задание со сквером. Ну, чуваки, вы могли сейчас сесть в 90-й? Вы могли перейти на другую сторону? Посмотреть отзывы о том сквере. Его, благ Богу, устроили. Там, я думаю, отзыва должно быть побольше. И сесть в 90-й. Почему вы не сели в 90-й? Это было бы так удачно. Они сейчас сядут в 17-й, через 2 минуты которой. И приедут на ДХА. А на ДХА кто? Догоняющие. Небольшой факт о заморозке. Если команда догоняющих заморожена, а через них едут убегающие, у догоняющих есть право зайти в автобус, в котором, как они думают, находятся убегающие, и поймать их. Теоретически это не считается нарушением заморозки. Ведь если убегающие в автобусе, то их поймают до того, как автобус отправится. Однако, если догоняющие не угадают, они могут проехать не более одной остановки и должны будут еще 5 минут не пользоваться транспортом. Подъезжает 17-й автобус. Тут я еду бесплатно, я понял. Тут на Илю. Давай я себя пропустил. А, ну да, да. Немножко тупить начинает, но прошло нормально. А догоняющие лошары, они идут по первомайке прямо. Тем временем от заморозки осталось 7 минут. Мы просто идем вперед. Если мы пошли в назад, мы бы за эти 11 минут дошли бы и попасами. Но мы не знаем, куда они, поэтому мы просто идем вперед. И надеемся, что пока они будут ждать, пока они сюда доползут, время заморозки как бы кончится. Да, они поехали. Смотрите на чем. 17-й, 0-й, 13-й, 0-й, 65-й, 2-й, 13-й. А что там? Там нет же, по-моему. Точек, по-моему, нет. Ну а что тогда? 17-й. Они стоят... Да, РСССР стоят, 100%. Я думаю, они будут очень негодовать, когда узнают, что сели убегающие. А точно ли? Ну что-то они поворачивают работу, нет? Да, они повернули от 17. Да, блин. Тогда нам сейчас ты уже 66-й не выходи в сфере. Да. Ну еще этого не нужно. Липец, вас развели, просто так как дешевок. Зачем не выходи вообще тогда? Особенно с меня. Наверное, потому что они понимали, что мы можем не сочетать. Микрорайон Бутырки. Дорожка нормальная, билет, дел дорожка. А дальше ее нету после ленты. И как бы, что хочешь делать, куда хочешь езжать. Неудобно. Дергает еще? Тут обучено толком нету. Короче, при таких огромных вероятностях поймать, лучше, чем убегающие протупили. Только догоняющие протупили. Давай отойдем, что ли, за остановку. Интернациональная, 23. Мы приехали. Трогай остановку. Все. Ну, это было, на самом деле, не так уж и сложно, потому что я считаю, что нам вполне повезло с заданиями. Мы посмотрели и на сквер, на площади Ленина. И факты предоставили. И факты предоставили. Произошел блокаут, который парализовал движение третьего троллейбуса и пятого троллейбуса. Все депо приостановлено на третье, кроме четырех машин. Да. И все четыре машины МАЗы. Их закинули на 12-й, 13-й. Следующая поездка на электробусе. Следующая поездка на электробусе. И вот выпаде это задание на каком-нибудь Атроне, это все. Это сразу до свидания. Питстоп. Ешь и беги. Едим мороженое на Интернациональный 23. Сливочный эскимо в карамельной глазури. Пробуем. Карамельный вкус присутствует, я так понял, шоколад с карамелью. Ну, помбир вполне нормальный, за 45 рублей пойдет. Сегодня у нас на обед вот такая вот штука. Тут всего три слова латиницы, из которых можно понять, что есть мы сегодня будем соленую карамель. И почему-то тут флаг Югославии. Хотя, ну, по буквам очевидно, что это японское что-то. А, тут что-то написано. Что-то написано про открытие, я не понимаю. Вот такая штука. И мы видим что-то похожее на нашу ириску золотой ключик. Ну, это мягче. Да, это соленая карамель. Больше я про ничего не скажу такого. Мы могли пешком дойти до Лейна, пока вы там ходили. Могли вас поймать на ДХ. Но мы подумали, что нет, ну, не может быть такого. Они явно на Московске или в Рощу. Да, Егоще. Мы думали, что если вы на 17-м, то мы на 27-м ровно сзади. Типа, мы, типа, не успели. Если вы поедете сразу в конечку, мы это увидим, что-нибудь придумаем. Или просто не будем с 27-го вылезать. Вы вылезли, я такой, типа, ага. Надо за эти 11 минут дойти до того места, где мы сможем вас перехватить. Типа, или победа, или дружба. В итоге вы ни на победу, ни на дружбу. И как бы все. Повезло, что у нас есть я. Потому что это была моя идея пойти вперед, а не стоять на ДХ. Ну, типа, что, все время заморозок кое-то. Думаю, окей, меня заморозит. Да и кто ж пойду. Давайте. Видно будет экран? Сейчас. Вот. От 10 до 16, как говорил Сергей. Видно? Кручу? Крути. Нажимаю? Да, крути. 10 минут. Сектор Кал на барабане. Сектор Кал на барабане, согласен. Да, у вас было 14. Зачем прощаться? Нам выпало минимальное время ожидания 10 минут. Посмотрим, успеют ли они сесть на транспорт за это время. Давай, давай, давай. Крути, крути, крути. Крути, крути, крути. Крути, 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 крути. Крути, 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 крути. Крути, 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 крути. Вот это не попали, конечно, да. Ну, понятно, что Вета. Все, теперь 10 минут ждать. Как первый раз за всю историю салок пришлось брать Вета. Ну, ладно, хорошо. Был один прикол с Вета, но давайте мы его не будем считать. Вообще, тот этот раунд мы его забудем, когда мы на круизе с Ярославом оказались. И в итоге мы застряли Мы выбирали челлендж для следующей посадки в автобус Нам выпало задание Купить и съесть фрукт Ближайший магазин был на площади свободы Что означало, что нам надо было возвращаться назад Мы решили не рисковать И наложить вето на это задание Ситуация Кал Кто-то из этих двоих Вытащил карточку про электробус Да Поскольку на И-23 Это равноценно смерти Мы чуть ли не впервые за всю историю наложили вето Поэтому мы теперь пока стоим тупим Схапать нас не могут Так же как мы их не могли в первой катке Надеемся, что мы успеем на 21 Который минут через 9 А после него только 90 Которая им не упала Ну или что у них будет дыра Еще лучше, что если нам кинет заморозку Потому что иначе мы в заднице В полной Так, у нас где-то челы находятся Где-то Где-то, где-то Но мы не знаем, где они Как будто они вон там стоят Подальше Вот где пазик Примерно в тех краях Как будто бы Потому что тут нет ни одного магазина Который бы мог помочь Где же, где же, где же наши люди? Давай 11.01 Давайте Давай Давай Куда Давай Что это? Ударим по муповщине До конца раунда Убегающим запрещено пользоваться транспортом муп УРТ Речь идет об автобусных маршрутах от 2 до 27 включительно А также обо всех троллейбусных Запрещено пользоваться транспортом муп УРТ Речь идет от 2 до 27 Но По-моему, это не лучше На этом Мы начали в 2-й кал Надеемся, что Мы успеем на 21-й Так Теперь мы знаем, куда они сели Так, че там? Говно, говна Кто-то мне говорил, я помню Зачем ты делаешь задание Не пользоваться транспортом УРТ? Это же толком иметь особого значения не будет А вот оказалось, что будет Но если опять не случится тупежа со стороны догоняющих Шансов догоняющих, объективно говоря, сейчас больше Это очень-очень медленный 17-й автобус Который они зачем-то сели, забыв про 90-й Который уже, к слову, подъезжает к приборному заводу То есть они уже могли бы быть в центре Вместо этого они Сейчас еле ползут на этом Дрондулете УРТ-шном Возможно Я не берусь сказать Но возможно, что именно этот момент Будет роковым для догоняющих Что они зачем-то понадеялись на УРТ Так, берем викторину Выходим на победе Пишут Ну давайте От граждан в последнее время поступает много просьб Добавить в наше шоу познавательный элемент Мы услышали эти жалобы И теперь для команды убегающих Появляется возможность получить дополнительные поездки Или возможность заморозки Ответив на три вопроса В рамках нашей викторины Сразу скажу Вопросы будут не такими простыми, как вы думаете Итак Первый вопрос На одну поездку Какой из районов Рязани в 50-е годы Проектировался с уличной сетью по образцу Рима? А. Шлаковый Б. Гор Роща В. Приокский Так, ну что Роща, наверное? Роща? Мне кажется, да Ну а там же Как мне нравится? Шлаковый, подожди еще Шлаковый По-моему, в Риме это приучий Такой же она есть У Гор Роща Окей, Гор Роща Запомнили Правильный ответ В. Гор Роща Е. Гор Роща Они на победе Опять геопозиция зависла Вот Два нюанса, которые реально могут сейчас спасти догоняющих Это Залагавшая геопозиция И это Медленный 17-й автобус Все вот это Оно может Очень сейчас сильно помочь Ну а у них 27-й через 3 минуты Кстати Но ведь вместе с ним Еще едут 7-й 46-й 47-й еще может подъехать Поэтому Шансы на то, что Убегающие смогут Проскользнуть Дом художника Есть Вопрос второй Тоже на одну поездку Какой из известных людей Которому стоит памятник в Рязани Не хотел, чтобы ему этот памятник ставили Вариант А Циолковский Вариант Б Павлов Вариант В Весенний Ну да У меня новокрасавца, конечно На кой мне черт, что я поэт Не без меня в достатке Вариант Ну и вон, да Пускай я сдохну Только Нет Не ставьте памятник в Рязани Это стихотворение Мой путь Автор Сергей Есенин Правильный ответ В Красавцы И наконец Третий вопрос Если вы на него ответите правильно То у вас появляется возможность Заморозить догоняющих Вопрос такой По какой из этих улиц Рязани Никогда не было троллейбусной линии Вариант А Горького Вариант Б Веденская Вариант В Гоголя Гоголя была Веденская Веденская Горького был Гоголя был раньше Веденская Ну и все Все Ооооо Красавчики Три из трех Оооо Ну походу Они будут Сейчас двадцать седьмой Ловить Правда он Через две минуты Тут становится Уже интереснее Потому что Уже скоро К ним подъедут О, да, 27-й, 46-й, 30-й, окей, ладно, они в него точно несят, и 47-й. Что-то из этого должны выбрать господа догоняющие. И шансы у них получаются 33% чистоте. Они не могут сесть в 27-й! А это же транспорт УРТ. То есть они поедут в 46-м. И да, еще из геопозиции приколы. Мы пошли на доме художника, и пока не особо понимаем, куда они едут. Либо в рощу, либо через центр сейчас как-то попытаются проскочить. Но в любом случае мы сюда добрались, будем смотреть, куда они дальше поедут, и на основе этого принимать какое-то решение. Ну, пока переходим дорогу, они стоят на барсе вроде как. А там видно будет. Пойдем, перейдем, затем сядем. Закрываем УРТ? Да. В этот момент геолокация у убегающих починилась, и они начали отображаться у вокзала Рязань-1. А, во, все-все-все-все-все-все-все-все-все. Погодите, что? Чего? А че они на R1? А че они на R1-то забыли? Они в 49-й поедут? Погодите. Или электричка? Они на электричку? А че там, 14.30. А следующая электричка когда? Когда следующая электричка? Алло. Узнаю почерк Вадима. Электричка в 14.35. Ну, это по-любасу интересно. Да. А вот ищут какую-то табличку остановочную. Неужели они мы сейчас поймаем? Да, как будто едут сюда дальше. Но они не по вокзалу, они там прям. Ты не на электричку, в Соколовку. И че ты? А чайкины... А, нет. А чайкины? А чайкины у них может быть? В теории может. А как мы с тобой? Что ты опять с тобой? Что ты скажешь мне? Где же наш друг Вадим? Он пошел в туалет. Куда-то туда. Мои одни остались. Он должен без него не уехать. Че ты думаешь? Как ты думаешь, где они? Я понять не имею даже. Я думаю, я не знаю, где они. Но вероятность, они нас поймают в этом. Мы быстро будем принимать в МВА. Мы сели в 21-й автобус. Они находятся на Рязани 1. Скорее всего... Сейчас кажется, что ты им не туда. Мы по приколу едем вообще. Черт, я их туда. Скорее всего, они едут на электричке. Но до 203-го километра или до Лиска пока непонятно. Но попробуем поехать до строительного колледжа. Нет, действительно, нам надо пересесть на электричку успеть. А, точно. Если не успеваем, то садимся на дороге идем к ним тогда. Вот уж не подумал бы, что в этих салках у нас будет электричка. Но выбора у нас нет. Мы нам выпали каловые задания. Каловый фургон, в который я просто уже не мог ехать. Поэтому мы выбрали такую же каловую жаркую электричку. И в этот раз никто не подгадывал, как в прошлых салках. В этот раз все честно. Видимо, Вадим до сих пор обижается на то, что в том выпуске ему не досталась электричка. И даже боги Рязани первого и Рыбного соблаговалили запустить ее вовремя. Если сейчас по Мичурину полетим, то, в принципе, шансы еще есть. Но, мне кажется, уже... Там еще много стафоров. Светофоры все пособираем. Сейчас, наверное, опять... Надеюсь, что успеем. Хоть максимально близко к ним будем. В этом плане, если честно, немножечко удивляет тот факт, что убегающие забыли про заморозку. Если Вадим не обманул и сказал про три из трех, они могли бы кинуть заморозку. Все это выглядит. Вот она, электричка идет. И здесь едем мы. Ситуация критичная. Мы уже не успеваем, скорее всего, никак. Ну, просто едем тогда, да. Который, ну, а самостоятельно. Ну, думаю, что да. Заморозка. Ладно, ладно. Вот если бы у них не было этой заморозки, ну, я честно скажу, что шансов у них было бы побольше. Заморозка на 10 минут. Мы так надеялись хотя бы как-то успеть до строительного колледжа или в Соколовку, чтобы перехватить их на 203-м леске. Но теперь мы вынуждены идти пешком по улице Веденской. Красивые дома. Очень дорогие. И очень дорогие. Не знаю, на театральную или куда-нибудь там на Приубанк лучше. Что из-за этого? Семь поищу есть. Но нам он никуда и никак не поможет. Нам он особо не поможет. 49-й бы, может, еще как помогла. Если здесь перейдет. У нас уже сюда автобус не поворачивал. Вот это будет грустно. Пойдем здесь. Халтурино. Вот никого видно, переходит дорогу. А что это будет знать, чего непонятно. Мы до них не успеем никак вообще. И мы, когда закончится заморозка, мы будем в таком месте, где будет вообще никакого транспорта. Поэтому у Халтурино нет никакого смысла было идти. Мы просто надеемся на фриз. Что они или в центре нас ждали, где-нибудь там замороженные. Я просто уже исхожу из того, что они закончат, и мы быстрее к ним приедем. Просто уже и так. Ну, как мы сделали заморозку. Так они кинули заморозку. Мое уважение. Ну, кстати, очень интересно. Но Никавай показывается на северном переулке. Где это? Они по нему идут. Чтобы это не значило. Я вообще не представляю, куда они могут идти. Я не знаю, куда нам надо ехать. У меня ноль идей вообще. Да вот то же самое. Они пошли на проезд Яблочково. Ну, все равно для нас заморозка мы будем что-нибудь сделали. Не идти. 85 еще может быть здесь, кстати. Тогда отсюда можно стартануть. В принципе, отсюда, да. Мы могли бы сесть на тебя и уже выиграть. Но ОРТ сегодня в бане. Поэтому пока. Кстати, это тот самый 27-й, в который я все пытался посадить убегающих на победе, забыв про то, что им нельзя пользоваться этим автобусом. Работала, работала, начала тупить. Не цикавала. Да. Обожаю. Остановка без названия. Дворец форта. Олимпийский финиш. Дворец Олимпийский. Конечно, да. Приехали. Ну, мы тоже на себя приедем. Вообще, что едем. Ну, в общем-то, более-менее заслуженная победа. Хотя, ну, прямо скажу, не совсем может быть даже честное в том плане, что если бы догоняющие сходу поняли, что там электричка, они бы сели в 27-й и приехали бы на пару минут раньше, все равно бы им объявили заморозку, ну, ладно, там. Находчивость Вадима иногда позволяет ему выигрывать, а иногда нет. Дворец Олимпийский. Дворец Олимпийский. Дворец Олимпийский. Снежин. А вопрос, какие были там? Ну, какой район построен как Рим, кто не хотел, чтобы он построил памятник в Бризане и где не было троллейбусной линии? Никогда ее не было там. В 70. Ну, типа, ну, это правильно ответ. Да, кстати, я думал, будет не тест. Я думал, сейчас придется думать. Я думал, еще придется думать сильно. Мы подумали, что мы можем в Соколовку, в Лисовке, хоть и сесть на 49, но потом сели на 21-ю, надеюсь, что мы, может быть, вас перегоним на автобусе. Ну, что ж, вот и очередной выпуск салк по Рязани закончился. В очередной раз убегающие достигли своей цели, но давайте будем честны, у догоняющих в этот раз были офигеть какие шансы, и лишь небольшие стечения обстоятельств помогли убегающим своих целей достичь. Продолжение следует...